Повелитель пчел. Шутливая надпись на футболке Ирины Костроминой небезосновательна. Говорит, укротить пчелу можно, но только забота и внимание. В ассортименте дамы пчеловода и ненавязчивые весенние терпкие сорта августа. Время на пасеке проходит с удовольствием. Когда идет основной взяток меда, там тоже стоит такой запах, такой идет благовоние. Конечно, когда идет сбор урожая. Конечно, приятно становится, когда видишь свои плоды, труду. Для пчеловодов 30 регионов страны это лето было непростым. От бесконтрольного применения пестицидов фермерами пострадали пасечники из 15 районов Курской области. Наш регион одним из первых отреагировал на ситуацию. Из резервного фонда пострадавшим будет выплачена компенсация – 3 150 рублей за одну погибшую пчелосемью. Прием заявлений продлен до 20 августа. Кроме того, глава региона лично обратился к председателю правительства страны с предложением вернуть контрольные полномочия Россельхознадзора. Изменения будут внесены на федеральном уровне. До этого момента и в любом случае я предложил нашим пчеловодам объединиться, для того, чтобы была создана ассоциация пчеловодов. Сейчас я знаю, собрания по районам проходят, будут выбраны представители пчеловодов. Роман Старовойт признался, что мед – обязательная часть и его рациона. Немного, но две ложки в день, две столовых ложки в день я, безусловно, кушаю мед. Вот сегодня мне очень понравился каштановый мед. Всего пчеловоды привезли на ярмарку около 20 тонн меда. Вся продукция прошла лабораторный контроль качества. Этому меду, который сегодня здесь представлен 72 представителями, да, люди пчеловоды, этот мед высокого качества, без всякой фальсификации, без всяких наличий антибиотиков, фосфоро-горитических соединений. Следующая ярмарка намечена на 14 августа «Медовый спас». Купить качественный мед куряне смогут до конца месяца. Торговля будет проходить каждые выходные.